И третий вид разногласий. Ихтилап ал-лавз вал-мана, тот же как второй, когда происходит разница между словами и смыслом, но разница от второго в чем? Вал-ая ла тахтамил ал-манайен. Но аят можно понять только одним из этих смыслов. То есть два аята здесь не пойдут. Как, например, лама стумун-ниса, если вы дотронетесь до женщин. Можно, по идее, понять с точки зрения арабского языка, что здесь имеется в виду просто обычное дотрагивание до женщины. А Ибн Аббас сказал, что здесь не имеется в виду просто дотрагивание, а имеется в виду что? Половое, половое акт. Нельзя сказать, что здесь имеется в виду и это, и это. Так как одно другому что противоречит. Говорит, почему аят не несет обоих смыслов? Потому что между этими смыслами есть явное противоречие. Тогда в этом случае аят нужно понимать по более правильному из этих двух мнений. А как узнать, какое из этих мнений более правильное? Нужно посмотреть на контекст или же как-либо по-другому. Либо же как-либо по-другому. Мисалю Залик, например, Всевышний говорит, Он запретил вам только лишь мертвичину, а также кровь, а также мясо свинины, а также то, что было принесено или зарезано не ради Аллаха, или также что не с именем Аллаха. Кто же будет заставлен к тому, чтобы поесть это, то есть мертвичину, или то, что было зарезано не ради Аллаха, или кровь и так далее. Кто будет вынужден к этому, как, например, он в пустыне и умирает с голода, у него есть кусок мяса мертвичины. Этот человек что? Вынужден поесть эту мертвичину. И при этом он не желает ее есть и не переходит границы. То есть что? Не ест много, а ест только столько, сколько, достаточно, чтобы не умереть. Тогда в этом случае не будет на нем греха. Поясняй Аллах, прощающий, милосердный. Ибн Аббас сказал, что такое гэру баин, то есть фильмейта. То есть он не желает эту мертвичину, зная, что она запрещена. Но просто вынужден ее есть. А что значит и не переходящие границы? То есть не пересходят границы в употреблении этой мертвичины в пищу. То есть не ест слишком много, а ест только столько, сколько нужно, чтобы не умереть. Так. Это то, что называется. Каждая дарура, что? Смотрится на ее объем. Смотрится на ее объем. А некоторые сказали, что имеется в виду пословом баин уаадин. Сказали гэру хариш аляль имам. Баин, то есть тот, который вышел против имама. То есть если ты вынужден есть мертвичину, то ты можешь ее есть, если ты не хавариш. Если ты не хавариш. Так. Потому что тот, который выйдет против имама, как называется? Баин. Буга называется. Так или нет? Говорит. А пословом адин, переходящий границей, имеется в виду тот, который совершил грешный путь. Например, к могилам. Например, к могилам в другой населенный пункт. Вот два разных тапсира аята. Какой вы выберете? Первый, так или нет? То есть второй. Вообще здесь не подходит по контексту аята. Не подходит по контексту аята. Говорит. И более правильный тапсир. Это первый. Потому что нет никакого указания в аяте на второе слово. Так или нет? И потому что в аяте, говорит, речь идет о чем? О разрешенности того, что упомянуто, для того, чтобы избежать вынужденности. Так? Говорит. Под даруру, то есть под вынужденность, может попасть тот, который вышел против имама, а также тот, который не вышел против имама. Так или нет? Говорит. А также тот, который вышел в запретный путь, и также тот, который не вышел в запретный путь. То есть это вообще не имеет отношения к этому аяту. А вот тебе второй пример. Если же вы развели своих жен, до того, как дотронулись до них, то есть не совершив с ними полового сношения, так. Но вы уже назначили им махар, но вы назначили уже им какой-то махар. Тогда вы можете забрать половину этого махара, а половину обязаны отдать. Понятно? Говорит. Кроме как, если вы, если они простят вам, ауяфу аль-лязи би-яди ироктату никах. Или же простит тот, в руках которого, что? Акт. Акт никаха. То есть договор никаха. Так вот, Каля Али имна Абиталиб, сказал Али имна Абиталиб, фил-лязи би-яди ироктату никах, разъясняя, кто имеется в виду под тем, в руках которого договор никаха. То есть он может его, как называется, договор разрушить или поддержать. Говорит Гуаз-Зоуч, здесь имеется в виду муж. Здесь имеется в виду муж. Вакал ибн Аббас, а ибн Аббас говорит Гуаль-Вали, здесь имеется в виду опекун жены. Он тот, который владеет актом никаха. Вар-раджи аль-ауаль. Но более правильное мнение, это первое мнение. И действительно так. То есть муж, тот, который держит в своих руках договор никаха, так или нет, может развести, а может оставить. Может после того, как разведет, вернуть, а может не вернуть и тому подобное. То есть Вали, опекун тот, не имеет прямого влияния на эти вопросы. Говорит. Потому что смысл, аят указывает на это. И потому что относительно этого есть также хадис от пророка. Третий вид разногласия понятен. Разногласия в смысле и в слове. И при этом аят может нести только один из этих двух смыслов. Почему? Потому что два смысла противоречат друг другу. И нельзя собрать между этими двумя смыслами. Продолжение следует.